всем большое привет дорогие зрители и так мы подходим к финальной стадии моего меню я делюсь с вами своим опытом и так я закончила данный проект с меню в общем меня приняли и меню уже распечатано и вот она заказчику в итоге решили вот на таком остановиться то есть примерно вот такой на самом деле простой дизайн да то что просто листики внизу уже полупрозрачные листики здесь просто сходила все нет на белое и как бы самое такое было просто текст да то есть чтобы заказчику понравился текст и все было перечислено данная работа мне вошлось примерно 2600 рублей за вот шесть таких менюшек вот все это просто было распечатано и заламинировано это получится передняя сторона это задняя вот такой маленький заказ и так как увенчалась в принципе успехом да то есть в общем то заказ дошел до конца меня есть также второй заказ то есть это вот такие вот кругляшки это все мороженое это будет для мороженого то есть на мороженом будет стоять сверху но обозначение то есть вкус и сейчас я как бы тоже хочу вместе с вами да то есть закончить до конца то есть в идеале это будет вот такие вот вот такие вот кружочки не надо сделать 20 штук все различные вкусы и наверное еще будет у нас и ну допустим да как нибудь типа того давайте еще текст другое поставим чтобы это было миленько и в общем тоже суть работы заключается в том что изначально мы делаем начальному делаем какой-то предварительный вариант изолировать чтобы у нас допустим было видно вот я сейчас сделаю примерно допустим три да допустим в тем сташки чекладки то есть что я делаю зажимаю ctrl d ctrl d ctrl d ctrl d ctrl d ctrl d вырезаю получается у нас шоколадка я убираю на самый назад чтобы вы тут была вот надпись и теперь мне получается надо вот да все поставила кстати ну не знаю давайте еще попробуем экспериментировать типа сделать на насколько красиво такой дизайн или допустим вот эти шарики мы отодвинем в сторону ну давайте допустим вот еще поставим мне нравится то что одну тень да ну тут она обрезается хотя когда вот что-то делаю даже этом понимаю допустим что-то не получается заказчик будет вредничать все равно я всегда ориентируюсь во первых я это делаю для опыта да во вторых для холмбы да ну и если там да чтобы не было я развиваю свои вообще-то в принципе коммуникативные навыки а это уже очень-очень хорошо что-то у нас типа козинаки смотрим скорее всего конечно какие-то картинки там понравится что-то не понравится надо было в любом случае конечно работа с заказчиками это а и еще я пытаюсь развивать знаете такой момент как допустим бескорыстие когда вам кажется что допустим эта работа стоит дороже да даже не бескорыстие а скорее какое-то такое смирение что вам допустим говорят то есть вот за эти вот мороженки да вот 20 кружочков мне заплатят примерно полторы тысячи тысячи пятьсот рублей и изначально мне казалось вообще какое-то издевательство просто вот в любом случае я все равно решила данную работу взять да причем учитывая даже то что там скорее всего заказчик будет там недоволен что-то будет не нравится ну знаете как всегда в любой работе да за против там и так далее я сам делюсь своими душевными заключениями хотя на самом деле в действительности работа несложная да и по сути просто взяли с интернета картинки поставили да как-то это все склеили так далее но всегда кажется что эта работа стоит дороже ну не знаю по крайней мере очень часто можно видеть что дизайнеры ставят разные цены да кто-то очень дорого кто-то очень дешево это конечно же не всегда зависит только лишь от опыта да это может связано быть там с эго человека то есть там с его представлением о самом себе там о каком-то знаете каком-то конечно безусловно это связано да с опытом это хороший вариант когда человек действительно профессионал своего дела он ставит такую цену которую считает нужным ну допустим я не очень такой большой профессионал да своего дела плюс ну я много чего не умею много чего не знаю это вот это и вот это одинаково я не знала какую картинку поставить это жевачка мороженое с вкусом жевачки в общем да я пока даже не знаю что говоря как саму себя оценивать да вот именно в таком уже живом формате то есть либо просить там дороже либо дешевле в общем непонятно для меня это стоит получается если я не буду вот это вот не буду вот эту вот рамку ставить то в принципе мне остается вообще только текст поменять и ну давайте начнем с кирпички простых там киви и лимон я просто не знаю на ком языке читать и писать на английском на русском на турецком поэтому я пока Ну, допустим, там банан. Не буду пока писать, пускай пока так остаётся. Так, собственно, все остальные надо уже... Придётся узнавать, на каком языке... Итак, вот я сделала. У меня тут был список, собственно, что надо сделать. Всё, я отправилась заказчику, и далее посмотрим, что они скажут. Исправят, не исправят, нравится, не нравится. Так, вот здесь уже... Наверное, вообще нету. Ну, ладно, неважно, в общем. И в следующем видео я с вами снова поделюсь, что сказали по поводу данного заказа. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok